Омские чиновники не хотят выдавать квартиру вдове ветерана Великой Отечественной войны. 93-летнюю пенсионерку инвалида второй группы постоянно отодвигают в очереди на предоставление жилья. Хотя в списках она уже около года. Юлия Боброва разбиралась в ситуации. Крохотная комната в 10 квадратных метров. Здесь пенсионерка Нина Мелкозерова ютится вместе со взрослым внуком. Выхода нет. В трешке живут еще семь человек. Нине Степановне 93 года. Она инвалид второй группы и вдова ветерана Великой Отечественной войны. Ее муж участвовал в Курской-Сталинградской битвах и дошел до Берлина. По закону, таким как Нина Степановна, жилищные сертификаты должны давать в первую очередь. Но пенсионерка так и не смогла переехать. Конечно, обидно. Но... И уж совсем не подвинется или что. Скажут, что старая обойдется. Но... А мне положено... Я перед смертью хочу одна пожить. Хочу одна пожить. Я еще хорошо чувствую себя. Вот. И хочу одна пожить. Учет, как нуждающаяся в жилье, женщина встала в марте прошлого года. В апреле ее включили в список претендующих на выплату. Родственники говорят, она была в первом десятке. Но потом с местом в очереди начались странности. В январе месяце я позвонила туда. Я говорю, вы скажите, пожалуйста, какая хоть у нас очередь? Мне сказали 22-я по городу. Потом, когда позвонили, уже когда сертификаты распределили, нам сказали вообще 24-я. Я говорю, это как? Я говорю, получается, что вообще очередь не продвинулась. Наоборот, она назад очередь. Не вперед, а назад. Ей 93 года. Значит, можно еще год-два подождать, и она не дождется. В мэрии уверяют, они бы и рады дать бабушке сертификат на квартиру. Но в очереди путаница. Места меняются постоянно. Все зависит от категории льготника, состояния здоровья, условий, в которых он живет сейчас. Например, участник или инвалид Великой Отечественной войны получит квартиру раньше, чем вдова ветерана. Даже если встал в очередь позже. Более того, номер в очереди определяется не по дате, когда в нее включили человека, а когда он подал документы в мэрию. Поэтому список пополняется постоянно и также постоянно перекраивается. Чиновники признаются, они не в состоянии сказать, даже когда первый номер получит свой сертификат. Список этот плавающий. Если завтра придет к нам на включение список вдова ветерана войны или участник войны, который встал ранее заявителя на учет, он будет раньше. Поэтому сказать на сегодня конкретно, какая она среди жителей даже города Омска, я вам сказать не могу. В этом году выплаты получили 52 человека. Когда будет следующее поступление и главное, в каком объеме, пока неизвестно. Сейчас в Омской области своих сертификатов продолжают ждать более сотни человек. И многим уже больше 90 лет. Юлия Боброва, Константин Демиденко. Новости. Здесь Омск.